Выпускники вузов и СУЗов получили дипломы. Кто-то уже трудоустроился, кто-то еще ищет работу. Мы решили узнать, всем ли вчерашним студентам пригодится диплом о специальном образовании. Даниил Горшков – гордость музыкального колледжа. Как и многие сверстники, получившие среднее специальное образование, решил продолжить обучение в вузе. Теперь студент ГИТИСа. После окончания музыкального колледжа прошел конкурс в Москве. Я 250 человек на место, я учусь на бюджетной форме обучения. Многие однокурсники Даниила уже работают. Есть тенденция идти в учреждения культуры Архангельской области, что меня очень радует. В прошлом году мы смотрели по статистике, что не менее половины выпускников выбрали свою профессию сразу после окончания колледжа. Сегодня существуют разные формы государственной поддержки выпускников, которые трудоустраиваются по специальности. Например, молодой специалист принимается на работу без испытательного срока. Это полезное знание, что вы имеете гарантированное место работы, где по обновению палочки волшебной вас не уволят, вас сохранят на предприятии. Или, например, для малообеспеченных студентов, вернее выпускников, есть меры государственной поддержки, когда можно получить дополнительные выплаты. Анастасия Судакова тоже решила не изменять профессии. В этом году получила красный диплом университета. На последнем курсе совмещала строительное образование и госуправление. С четыре года – это ведь немаленький срок. То есть, если я изначально нацелена на эту профессию, то считаю, что нужно применять полученные знания и умения на практике. На таких молодых специалистов работодатель может получать компенсацию фонда оплаты Турда. А значит, выпускник имеет преференцию при поступлении на работу. Но далеко не все после окончания учебы сразу определяются с профессией. Никита Артюхов решил сначала служить в армии. В ходе учебы понял, что есть еще огромное количество сфер для развития. И развивался, собственно, в них, в автомобилях, в автомобильном сервисе и так далее. И на самом деле не обязательно именно идти работать по специальности. Такой вариант не редкость. Очень многие школьники выбирают образование без конкретной цели. Осознанность приходит позже. Многие винят в этом недостаточную профориентационную работу в школах. Поэтому после окончания университета они вынуждены переучиваться, поступать на те факультеты, которые им нравятся. Потому что со временем они осознают и понимают, какая профессия им интересна и в какой профессии они готовы в дальнейшем развиваться. Как бы то ни было, каждый решает для себя, какой дорогой идти. Ведь главное, чтобы работа приносила моральное и материальное удовлетворение. Алексей Макеев, Регион 29